Во-первых, хочу поблагодарить организаторов за вот эту конференцию по этой важной теме. К сожалению, не имею возможности сплошить дискуссию, поэтому извиняюсь, если буду повторять какие-то песни. В последние дни мы стали часто слышать о Приднестровском юбилеевании из-за действующего президента Молдовы Майя Санду. Причем она сделала два взаимоисключающих заявления. В последний день мы имеем в виду декларации о способе президента Молдовы Майя Санду, что интересно для нашей дискуссии, что декларации или суть контрадикторий. Но, Бату, на Коалта. Не буду ее цитировать. Смысл состоит в том, что либо урегулирование состоится в течение ближайших полугода, года или двух, либо Молдова будет вступать в Европейский Союз без Приднестровения. В течение времени мы говорим, что планируя конфликтуры и контролируемой контролируемой с Транс-Нистрией будет реализовать в течение двух лет назад. Или другие декларации, которые делают, что Молдова может входить в Европейский Союз без Транс-Нистрия и без Транс-Нистрия. И тут интересно, что Майя Санду за счет года своей конденции ни разу больше не вспомнила о Приднестрове, о переговорах с Транс-Нистрией и даже не отозвалась ни на одно из официальных писем президента Приднестровья Красносейского. Майя Санду не получила возможность, не желающая, а не отозвала, чтобы оборудить проблемы с Транс-Нистрией. В период, когда он был президент, четыре года, Мутка, и так далее, он не реакционал ни на ни наше эксплуатацию, ни наше оборудование, ни наше оборудование с Транс-Нистрией, президентом Республики Транс-Нистрия. Если судить по ее заявлениям, то сейчас у Кишинева есть какой-то план урегулирования или хотя бы дорожная карта, там какое-то видение этого процесса. В Молдове есть план для резервования конфликтов с Транс-Нистрией. Учитывая, что я слежу за этими процессами лет 20, то, наверное, могу немного судить о том, что могут из себя представлять вот эти вот планы. В последние 20 лет, наверное, только однажды, Кишиневым официально было представлено, некий план, который, в общем-то, было не стыдно озвучить, показать всему миру. Это был большой пакет для Молдова, который в 2019 году разработал Василий Шов. В 2019-е, Министры интегрерии, в общем, Молдова Василий Шова, и разработал план, который, в общем, уникальный план начался до 20 дней, который был реалист, что было возможности реализовать. До 20 дней, в общем, мы не можем бороться. В общем, мы уже даты, в общем, мы предложили конкретно... Карьера. Какой это был план? Ну вот, план Шова, он не был генеральным. Мы искали им молдавской политики по отношению к терраспу. По крайней мере, в 2001-го года, это экономическое удушение. Вы строили медленно, в зависимости от обстоятельств. Но вот военная составляющая в качестве решения, она была исключена всегда. И, думаю, что нет этой составляющей и сейчас. В том, что все планы, сонализации, санализации, схема, стратегия, сценарий, в том числе, был исключен. И, в общем, это важно, что, даже сейчас, в момент, это не существует, что мы видим, сценарий, базан на конфликт милитар, и мы, конфликт арматы. Украинский кризис позволил, сказать, окно возможностей для реализации вот этой стратегии. С 2022 года все экспортно-импортные операции Приднестровья идут стролы через Молдову, поэтому в Кишиневе добивались, наверное, лет 20. Приднестры. Продолжение следует... 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 Цельрасполь быстро раздастся, а если еще пригрозить каким-то военным, мешать с этим со стороны, например, Клива, то он точно уступит. Проблема в том, что если произойдет запуск сценария такого экономического и энергетического давления на Цельрасполь, то Кищенев и Бухарест больше не будут контролировать ситуацию в регионе. Ситуация может развиваться уже по какой-то внутренней своей логике. И внешние игроки, которые были бы заинтересованы в обтягивании Молдовой и Румынии в конфликт с Россией, легко могут просто вмешаться и спутать карты Кищенева и Бухареста. Думаю, сухая такая ситуация всего дезвольта, да, на каждой части сценария всего дезвольта по логике интерна абсолютно не инсталяция. Далее часто вы отручили человек к форсу или экстерне, урага по сибилитате с не импунем, с имя, чем вы по сценарию ЛОД. А дико сценарио, где конширит уны разбойная зона. В итоге, потому что, как это оказалось, что Румыния окажется лицом к лицу с Российской Федерации в прямом военном столкновении. Причем, пятая статья уставка АТО, работа не будет, потому что это противостояние будет разворачиваться на территории Молдовой. Если Румыния окажется вовлечена в конфликт с Россией, военный конфликт с Россией, то пятая статья устава НАТО работать не будет, потому что это противостояние будет разворачиваться на территории Молдовой. Причем, если Румыния окажется в конфликт с Россией, то арт. 5 статута НАТО не будет работать, то не будет поставить роль. Причем, если Румыния окажется в конфликт с Россией, то арт. 5 статута НАТО будет помогать Румынии, но примерно так, как оно сегодня помогает Украине. Украина уже сейчас, видно, исчерпала пределы своей кровочности и надо будет скоро кем-то ее заменить. В ближайшие кандидаты по Польшу, Румыния, при Балтике, но глава уязвима является именно Румыния. Ресурсы умные и материалы Украины уже есть достаточно для того, чтобы сохранить интенсивность войны. И, Господь, скажу, что в период времени, НАТО будет все возможное, чтобы, в помощь Украины, селина земли Балтича, Румыния, Полония, Шестнебин, Шестнебин и Шестнебин и Шестнебин. То есть предназначение это является вот такой вот ахиллесом, репертой румынской безопасности в регионе? Помимо Румынии, в уязвимом положении была до недавнего времени Грузия. Мы видим, что грузинские элиты пожертвовали своими добрыми отношениями с Западом, но выбрали мир. Элиты из Георгия получили мобильные отношения, в первую очередь, и выбрали мир в регионе, как элементы, не скажем так, для перевода медиа и дитим, интросс и лидер Сарковстад. К сожалению, на действующей молдавской власти у меня особых надежд нет, поэтому мой призыв к румынским коллегам – не дайте тянуть себя в эту громку украинского кризиса. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Можно мне, пожалуйста? Господин Шурников, скажите, пожалуйста, в Приднестровцем что-то известно о состоянии, о нынешнем состоянии складов колбасни? Что конкретно там может интересовать Украину? И были ли какие-то попытки, проникновения на склады? Что они знают? Что они знают о депозитном колбасне, какие необходимые действия, что они они, приступают в эфирах, в том, что может быть в эти депозиты, а они были пытались, в том, в начале, не чтобы проникновения, а они могут не подходить к этому депозиту. я не полностью услышал вопрос повторите пожалуйста хорошо тогда можете таки задать вопрос о том как если провокации на складах произойдут то чем это грозит для молдовы украины могут ли склады колбасные быть предметом провокации для изменения обстановки безопасности региона это более точный вопрос давайте там три валия потуалия депозит или ген колбасно и он элемент услышали могут ли склады в колбасне могут ли склады в колбасне быть элементом провокации предметом провокации острой ситуации в предистрове и в регионе в том числе склады российские склады с боеприпасами находится всего 3 километров от украинской депозитили ко армамент и глобасно сахар ла 3 километри де хотатку украина доза ждал демильваны декаллограмми де эксплозии минюали двадцать тысяч боеприпасов теоретически там может упасть какие-то осколки беспилотника и ракеты и безопасность скажем так этого объекта под очень большим вопросом хотя его защищают две линии обороны в преднестров и ирксийских военных теоретик партифе у трагедии кердяка в рун аппарат без сбор не пилотат алика дроны у дроны в ажунгентом платора полоса интенсионна поэтому любая военная активность везде это может быть использована для какой-то провокации единственное единственное что сейчас немножко успокаивает украине эти припасы нужны в целости и сохранности они и не нужен большой взрыв у них укроп позитива то это же с историк и украина линии воде очистки муниции на пилда ну ну форма де эксплозии кадровых свой депозит у меня краткий вопрос извините а можете нам сказать какое соотношение граждан в днестрове к этому вообще как они реагируют чая аттитудия не а учета цианей трансмиссии визоведя часом требае кубасна да они живут в состоянии постоянного стресса